в этом примере мы продолжим закрепление темы мультиматериал и для этого давайте откроем с вами файл с люстрой которые мы уже с вами делали дадим ему другое имя чтобы исходник не портить так и давайте начнем с того что попытаемся разобраться что нам необходимо что воспользоваться мультиматериалом ну во первых у нас все отдельные элементы необходимо присоединить к одному объекту но прежде чем присоединять все элементы нужно еще понять одну вещь стоит ли нам каждую например из вот этих элементов до каждый кронштейн вместе с плафоном текстурировать отдельно может быть имеет смысл сначала один элемент затекстурировать а потом уже размножить чтобы не делать тройную работу так мы и сделаем с вами давайте удалим пока они у нас еще не присоединены так значит нам необходимо к центральному элементу присоединить через клавишу attach для того чтобы центральному элементу присоединить остальные элементы необходимо его сначала преобразовать полигональную сетку для этого мы щелкнем правой клавишей мыши конверту это был поле так и теперь можно уже воспользоваться клавишей attach и присоединить все элементы к нему так ну кроме плафона с кронштейном теперь приступим к созданию мультиматериала откроем редактор материалов и создадим мультиматериал в какой свободной ячейке жмем на клавишу стандарт выбираем мульти сабобджект в данном случае все равно дискард либо кип так и определимся сколько материалов нам придется делать во первых будет у нас два типа металла это желтый металл и белый металл дальше будет стекло для плафона полупрозрачная и самосветящийся материал для самой лампочки и того у нас получается четыре материала давайте зайдем в мультиматериале в кнопку set number и выберем четыре материала так замечательно можно дать имя нашему мультиматериалу например люстра так и можно зайти уже в первый материал для того чтобы начать создавать один из под материалов заходим него даем имя допустим это у нас будет золото так для того чтобы создать металл необходимо выбрать правильно шейдер у нас по умолчанию стоит обычно шейдер по блину который дает возможность создавать любые материалы можно в принципе им создать металл но у металла есть одно отличительное свойство у него очень яркий резкий блик для этого существует специально шейдер который так называется металл он практически ничем не отличаются отличается только вот именно силой блика и формой графика давайте создадим цвет металл для этого мы нажмем клавишу diffuse для выбора цвета и сделаем какой-нибудь такой оранжевый цвет окей далее поднимем specular level уровень блика где-нибудь до 400 и гласность глянец сделаем побольше значение где-нибудь порядка около 78 так далее металлу необходимо дать отражение для этого мы с вами но первых включим background для того чтобы видеть как влияет окружающая среда на свойства материала так и зайдем свиток мэпс в этом свитке мы зайдем в кнопку нон напротив рефлекшн рефлекшн это отражение напоминаю и выберем процедурную карту который называется рэй трэс трассировка луча все в данном случае видите как он замечательно блестит то есть если это у нас обычная полированная поверхность то уже в принципе здесь все достаточно но если мы хотим внести на поверхность какую-то коррекцию допустим сделать его шлифованный либо неровности какие-то показать на поверхности то нам необходимо будет еще применить карту выдавливания разместим ее в бамп битмап мэпс и посмотрим что у нас там есть интересного в металлах так вот у нас металл так ну давайте выберем вот такую карту так вот эти какие неровности могут быть на поверхности тоже надо смотрится очень интересно так и голуба рент для ускорения визуализации особенно когда на поверхности нечетко видны отражения в рефлекшн в рэй трэс вставляют карту окружения вот мы тоже с вами это сделаем что вы знали как это делается но и визуализировать будет просчитывать материал золота гораздо быстрее чем если он будет пытаться визуализировать окружающую среду выбираем кнопку нон где environment окружения и опять таки идем в наши карты в данном случае можно зайти в панорамы здесь есть специальные hd и рай файлы которые предназначены для окружения но здесь есть например золото специально для золота окружения и вот такой интерес не смотрится так она сразу подкрашена уже цветом таким как нам необходимо и появляются интересные блики на поверхности open так окей и вот пожалуйста смотрите как выглядит наш материал то есть там прям видно отражение так go to parent можно сказать с золотом мы разобрались еще раз go to parent возвращаемся уже в родительское окно и создаем второй материал который будет нас имитировать chrome в принципе мы можем скопировать этот материал прямо взять из первой ячейки перетащить его во вторую ячейку сказать только копию чтобы это была независимая копия окей так заходим в этот второй материал чтобы например не менять выдавливание на поверхности а только изменить подложку и цвет материала давайте подпишем chrome так далее зайдем в retrace и вместо карты для золотого окружения мы подберем с вами что-нибудь другое вот четвертую давайте возьмем студии 4 открытую open ok теперь осталось поменять цвет материала для этого мы вернемся в настройки базовые так и поменяем цвет просто на серый так так вот кей got a parent вот нас теперь готов chrome для материала стекло мы выберем с вами стандартный материал шейдер у нас будет по блину здесь оставляем белый цвет диффьюзим так стекло является преломляющим материалом поэтому мы зайдем с вами в свиток maps и в рефракшн загрузим raytrace так вот теперь у нас получилось стекло так теперь возвращаемся go to parent если у нас плафон будет не прозрачный а полупрозрачный значит рефракшн нужно уменьшить со 100 процентов где-нибудь до 20 процентов так теперь он не полностью прозрачный имеет такую матовую структуру так как стекло тоже имеет блик но не такой как у металла поэтому мы сделаем specular level побольше скажем так в районе около пятидесяти и глянец тоже под ним порядка пятидесяти шестидесяти дадим имя материалу пусть это будет стеклом матовая go to parent и приступим к созданию сама светящегося материала то что будет изображать лампу так нажимаем на клавишу нон четвертом материале загружаем стандарт ставим галочку напротив счетчика где color self elimination выбираем белый цвет то есть будет светиться белым цветом если вы хотите сделать теплый цвет значит можно его немножечко сделать слегка слегка оранжевым так и диффьюз делаем белый ok now to parent теперь приступим к назначению материала на объект выберем с вами кронштейн с плафоном и назначен на него весь этот мультиматериал так он автоматически сам расположил материалы так как ему заблагорассудится наша задача сделать так как нам это необходимо что выберем что с вами допустим начнем с плафона давайте зайдем в под объект элемент и выберем сам плафон смотрим какой мы хотим здесь выбрать материал ну конечно стекло матовая поэтому свитки полигон материал айдис проверяем какой материал там установлен ну здесь так совпало что он плафон сделал именно третьим материалом значит здесь нам ничего делать не нужно если мы хотим выполнить например ободок позолоченный на этом плафоне то попытаемся выделить эти полигоны следовательно переходим на полигоны и для того чтобы выделить сразу весь ободок нам придется воспользоваться следующими командами это ignore back facing и by angle если мы хотим так чтобы у нас выделился весь объект и не перешел на другую поверхность то вполне эта команда нам сгодится то есть видите мы щелкнули по одному полигону он нам выделил весь ободок так как 45 градусов которые здесь вписаны они воспринимают все поверхности которые располагаются друг другу меньшим углом чем 45 как единой поверхность все там где у нас больше чем 45 он уже не перескочил по выделению соответственно здесь внизу тоже остальные здесь на ободке поверхности друг от друга отличаются меньшим количеством градусов чем 45 так теперь мы можем сюда назначить золото также идем в set id вбиваем цифру 1 нажимаем enter снимаем выделение смотрим все видите получилось также у нас золотым будет верхняя часть крепления плафона заходим на уровень элемент выделяем его это же делаем его первым айди так шарики давайте тоже сделаем золотыми выделяем оба элемента писываем также один а вот этот кронштейн мы хотим сделать белым металлом поэтому его выберем вместо единицы двойку видите все получилось теперь мы можем в принципе размножить наш плафон с кронштейном по кругу но прежде чем мы это сделаем давайте разберемся с центральным элементом так как неудобно будет с боковыми плафонами выделять те или иные объекты так необходимо выделить центральную часть люстры зайти в под объект элемент и выделить этот центральный элемент проверяем какой материал ему так 3 3 нам не подойдет естественно мы хотим его сделать из золота поэтому выберем единичку enter так из хрома давайте сделаем еще вот эти вот вставочки дополнительные для этого нам нужно будет зайти в под объект полигон рамочку переключить window crossing так чтобы выделялись только элементы которые внутри попадают и рисуем эту рамку вокруг нашего элемента так тоже сам можно сделать здесь так нижнюю не будет трогать и вот еще один элемент давайте их сделаем из хрома соответственно здесь в set айди выбираем 2 так да и мы забыли назначить на него я смотрю что назначаю а ничего не происходит то есть нам конечно же мультиматериал нужно назначить также на центральный объект вот выделили теперь видите все получается как надо здесь хром золото здесь хром здесь золото так цепочку мы тоже сделаем из золота вместе с шариком шарик у нас является элементом отдельным с ним тогда разберемся с полигонами так и крепление для цепочки тоже сделаем желтого металла такой то у нас единица верхний весь элемент сделаем белым то будет двойка и на уровне полигонов выделим шарик ему сделаем единичку чтоб он был у нас желтого металла так ну вот все мы все разложили все материалы осталось только тиражировать наш плафон для этого выделяем его включаем поворот включаем настройку привязки к углу и выбираем в нем 120 градусов далее как мы с вами это умеем делать удерживая клавишу shift берем за кольцо горизонтальное и поворачиваем на 120 градусов отпускаем мышку отпускаем shift говорим количество еще дополнительных копий значит две у нас будет и нажимаем клавишу ok только не забудь что было копии они instance ok ну вот все ведь у нас полностью люстра готова останется только выделить центральный элемент и присоединить через клавишу attach эти плафоны к нему у нас остался еще один материал не задействованным это самосветящийся материал который является у нас лампой тоже имя можно дать эту материалу так и давайте создадим эту лампу так во фронтальном виде перейдем в каркасное отображение и попытаемся сделать сферу для этого можно будет взять обычную сферу и вот 10 построить ее так чтобы топография была на сфере нормально хотя это совершенно не обязательно можно переключиться на инструмент select and rotate угол поворота настроить на 90 градусов и повернуть за этот кольцо относящийся к x на 90 градусов дальше можно отмасштабировать нашу лампу так чтобы она была немножечко вытянутой так вот и проверить где находится у нас в плане свете сверху он оказалась на месте так теперь остается назначить материал на эту лампу для того чтобы назначить ее нам нужно конечно же выбрать материал мультиматериал назначаем далее преобразовываем полигональную сетку то есть конверту это был поле выбираем на уровне элементов его и назначаем 4 айди всю лампа теперь у нас будет уже сама светящийся вот она уже светится видно остается скопировать ее выйдя из-под полигонов из-под элементов можно конечно воспользоваться привязкой к опорной точке допустим к центру то есть если мы с вами выбираем вот здесь например параметр world при повороте конечно же выбираем опорную точку трансформации выбираем именно как use transform координат центр соответственно центр у нас перескочил в ноль координат и опять же таки поменяв угол угловой привязку на 120 градусов мы размножим с вами ее указав количество копий и окей все таким образом видите у нас лампа размножилась и нам не пришлось их на глазочек там выставлять все окончательности присоединяем к люстре через клавишу и течь и эти светильнички это отключаем все получаем законченный объект давайте теперь свизуализируем картинку посмотрим на результат нажимаем на клавишу render production смотрим что у нас получается все будет замечательно единственное хотелось бы проверить как у нас выглядит поверхность мы же делали выдавливание неровное на поверхности и хотелось бы увидеть если результат при этом давайте приблизимся к какому-то элементу и еще раз нажмем на render production вот как я вижу здесь отсутствует выдавливание поэтому нам нужно будет с вами применить модификатор UVW map для того чтобы разложить текстуру по поверхности применим способ проецирования spherical и с помощью трех параметров ю тайл и тайл и w тайл увеличить количество повторов образцов на поверхности по ширине высоте и глубине так смотрим на render ну вот уже совсем другое дело осталось только добавить немножечко выдавливание потому что у нас там выдавливание было достаточно низкое заходим в текстуру золото вместо 30 давайте сделаем к примеру 80 и в хроме повторим то же самое сделаем 80 так мы теперь можно уже и посмотреть на результат ну вот это то чем хотели с вами добиться сохраняем наш файл и делаем reset для выполнения следующего примера